добрый день уважаемые подписчики гости моего канала сегодня с вами юрий сергеевич самонкин политолог российской федерации президента евразийской институты молодежных инициатив здравствуйте здравствуйте владимир путин недавно объявил то что мы меняем ядерную доктрину перезапускаем по вашему мнению это успокоит или запад запад одумается примет какие-то решения то есть не надо с нами идти можно назвать что это уже начало карибского кризиса 2 но да действительно интересный вопрос в основу ядерной доктрины точнее в ее поправках внесены два наиболее интересных камни преткновения во-первых теперь если ядерная страна страна угрожает интересам национальной безопасности россии при этом ее поддерживает ядерная страна следовательно эти ядерные страны являются прямыми участниками данного военного конфликта о чем свидетельствует поставки оружия израилю и в том числе собственно украине то есть это предупреждение хватит слать больше оружия но все равно вам не поможет тем более при всех натовских последних поставках и вооружениях ситуация конечно на фронте для вас остается желать в кавычках лучшего на самом деле поэтому они действительно этот конфликт проигрывают и здесь законодатель очень четко обратил на это внимание второе это защита безопасности союзного государства белоруссия вот я считаю что или ты сейчас которые сформировались по советских странах вот начиная от вашего предыдущего ролика где вы говорили насчет юридического ликбеза ситуации восстановления единого отечества невозможно по причине того что там сформированы элиты стран которые хрен отдать свой суверенитет обратно москве поэтому в рамках союзного государства мы можем воссоединяться но при этом сохраняя их не лета вот о чем свидетельствует отношение с белоруссией там состоит наше тактическое ядерное вооружение с этими тезисами я абсолютно согласен я тоже публично об этом все время говорю тем кто люто хочет сразу восстановить постсоветское пространство за как говорится за пять минут такое невозможно вот поэтому реакция стран она разная с одной стороны значит ультра правые которые победили в австрии они против этого военные экскалации венгрия турция сербия итальянцы вроде что-то начинают сопротивляться в этом отношении испания португалия тоже говорит о пацифических настроениях германия заявила о том что может прекратить поставки ближайшее время потому что это усугубляет ситуацию а вот франция и великобритания и сша и другие страны еврозоны они наоборот еще больше усугубляют информацию потому что сейчас на носу них будет военно-тактическое учение нато весной следующего года естественно что франция готовится к третьей мировой войне но это не мои слова об этом пишут ведущие европейские издания в том числе new york times об этом часто говорит но так или иначе эту тему я сегодня тоже комментировал до нашего эфира и сказал что тут не историческая память срабатывать то что французы помню свою историческую память помнит проигрыш 7 лет не войне великобритании за американские колонии помнят что такое французская директория как они казнили свою своего короля его супругу как пришел к власти наполеоны чем для них это закончилась кампания впоследствии поддержка крымской войны но так или иначе сша видимо тактику усталости до последнего украинца действует и они решили поменять тактику до последнего француза это очень интересно но так или иначе принять это решение это конечно аналог в истории современной россии по причине того что мы вообще во внешне политическом контуре абсолютно не согласно с тем что проводит запад это очень интересно на самом деле практика я думаю что карибский кризис он уже присутствует но он присутствует именно с четырнадцатого года идет соответствующие по нарастающие третья мировая но понятно что над все организовывать сейчас ядерный апокалипсис не будут потому что китай выходит на ведущую позицию мира естественно что по многим пунктом может опередить соединенные штаты америки если они утонут в этом военно-политическом конфликте противоречий поэтому ситуация геополитическая она действительно сложно она действительно интересно но так или иначе мы сейчас видим накал страстей которые уже выходит за все рамки какого-то либо цивилизационного контур это очень интересная ситуация и мы конечно же большим интересом и и продолжаем соответственно анализировать если вот вкратце говорить о нашей новой ядерной доктрине или сергеевич прокомментируйте уже у нато стал новые глава этого военного блока который неровно дышит нашу сторону что можете сказать ну что говорят что даже хуже пришел человек чем придано да да то флоп только с большой буквы и опыт чем столтенберг конечно же столтенберг он тоже был русофобом но русофобом на таких как-то более дипломатических крыльев а новый генеральный секретарь действительно он наверное все таки обучался по тем программам которые вот закладывали натовцы после окончания второй мировой войны когда они эти лекалы на у нацистов и их не разработки программу тактику просто брали за вооружение да еще сами беглые нацисты тоже писали эту программу кстати многие из них работали на западную экономику тот же самый фон браун альберт шпейр они же не были приговорены юрбергским судом к высшей мере наказания не работали в интересах запада и прекрасно себя чувствовали даже самый первый заместитель а гитлера рудольф гесс он что вы до самой старости жил шпандау замки и другие британские спецслужбы у ликвидировали под конец под самой старость потому что но реально он всем сути дела надоел и вот это вот волна она еще дала еще вот движение вот этих вот на нацистских группировок потому что вспоминаю да замечательный альбом бен флойд стена где вот показано вот всплеск на нацизм он же пришел исключительно с британских островов и дальше вот сша начал потихонечку заканчивать вот этот европейский вопрос вот то что тут мы сейчас видим наравне с радикальным терроризмом это тоже представляет угрозность поэтому да над всех не председатель говорит какой лидер такие собственные и настроения поэтому здесь я абсолютно согласен что нынешний русофоб будет очень достаточно жестким но это нам дает уникальную возможность выстраивать свою комплексную систему безопасности тем более сейчас у нас буквально остается чуть-чуть несколько дней до начала брикса плюс в казани а это значит это не только экономика культуры какие-то встречи но это наверно вопросы будут обсуждать глава глобальной планетарной безопасности потому что сша пытается сдавить тирана ближнем востоке нас и в то же время пытается как-то усилить давление на китай через месяц также нас ждет уникальная политическая сенсация либо возвращение трампа и опять возвращение в парадигмы 15-х годов либо приход к власти первой в истории сша женщины президента который по своей русофобости тоже не отличается от генерального секретаря нато нового поэтому здесь конечно от америки ничего хорошего ждать не требуется поэтому я вот еще раз говорю что на фоне внешне политического кризиса отношений западом и вот этих вот разрушительных боинформации я абсолютно полностью поддерживаю те тенденции течения которые говорят о цифровом технологическом и национально суверенитете я против этого ничего не имею но восстановить пространство по причине формирования лиц на элитности сейчас невозможно друзья невозможно поэтому вот этот вот флаг который у меня замечательно сзади висит евразийский это пока только единственная верная модель восстановления на храпом вы не назарбаева не извините не пашиняна не лукашенко не заставите сейчас переформатировать исключительно под москву здесь нужно формировать какое-то общее понимание единой безопасности вот вот такой-то у меня позиция это я все вижу наблюдаю общаясь с коллегами с снг они тоже об этом говорят что они стали уж слишком самостоятельно за последние 30 лет вы наверное продвижение нот говорите да 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 но но да 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 думаю так путин раз и все но даже видите лукашенко никак не может вроде бы мы как бы вось вось все нормально а сено разногласия по каким-то вопросам присутствует потому что не вся элита захочет других республик в одной части это сделать во вторых запад наверняка будет палки в колесо ставить и путин мы хотим же не насильно при привязать к себе на добрых началах вы скажете а вот украина нет украины другой вопросик была провокация создана со стороны запада перевели к власти поставили они с каждым разом с каждым президентом ухудшали взаимоотношения с россией они то есть мы тут невиновны мы наоборот начали ну как сказать пришел сильный дядя начал разнимать хулиганов вот и все они россия делать чисто миротворческая свою и пп и вообще считаю что не надо забывать западу это наши кровные земли что казахстан шо армения что украина извините можете на меня обижаться но эти республики не состоялись даже когда им ссср отдал суверенитет они состоялись украина на тот момент можете мне поправить или если я ошибаюсь скажете когда тогда в 90-х годом и все от нас разбежались ссср вот российская федерация на сегодняшний она все долги взяла на себя украина вышла с самой хорошей инфраструктуры у него были из была сильнейшая армия у нее все было хорошо и промышленность у него было намного лучше чем у нас и они сумели засадить почти 30 лет в одно место спустить это это надо этому же поэтому и лукашенко должен понимать вот нодерцы федоров их и вождь нода я не согласен с ним не получится просто так и еще элиту надо везде менять шли в россии там но мы не должны идти сил кому-то поэтому путин и говорит задавали вопрос по ноду можете забить вернее по горбачеву вот нам все решено все подписано не зря это путин сказал наверно у путина есть свой план и вот и то что сейчас вам еще за вопрос звезду плюс смотрите да это посмотреть я пару дней назад посмотрел есть такой литвиненко помните такой бывший разведчик гбши вот сейчас он работает на звезде плюс он еще является депутатом не помню от какой партии он вел недавно программу он показал в этой программе доказательную базу кто финн откуда руки идут и голова в участие бамбам это подрыве крымского моста и вообще своего угадайте не сша во евгений федоров а британия до британия в британии руки находятся в вашингтоне через военный а евросоюз участвует другом поэтому все беда от великой британии тут конечно и не защищает сша тоже то есть заказчик он сказал это британия вот так вот и британия со многих уже поколений там с какого века они бьют по россии всегда им нужен россия слабая лучше даже уничтожить наше государство потому что мы им мешаем вот и все по своим методам поэтому федоров об этом молчит и вот еще можете сказать вот значит вы сказали затронули тему нот значит вы считаете что нот не в правильном пути да и либо надо поменять тактику с точки зрения комплексных реформ там общей концепции реформирования государства российского конечно же для того чтобы выгнать вот эти вот западные либералистические призраки деградации кстати с ними тоже сталкивался на улице в последнее время следил такой отгалтелой молодежи и вот я вчера тоже смотрел первый канал интересно бывает периодически периодически включая там тоже была аналитика что мир который у нас здесь находится в тылу именно отличается от того что находится в своего то есть как это сказать нету внутренней мобилизации большинства части гражданского общества которые считают что у нас нет никакого противостояния мы живем в парадиге 90-х годов то есть позиции здравого смысла с позиции реформы с позиции формирование национальной идеи диалоги я абсолютно согласен но здесь правильно говорит мы тоже об этом правильно говорим но мы об этом говорим более комплексно что нам нужно какой-то а практический подход и я кстати ноту говорил именно 2 мая со мной согласились сказали ну да конечно у нас нет специалистов потому что извините меня у нас стоят грубо говоря на улицах бараны которые нечетко формулируют свою мысль но ты я как рассказывал касательно смеут той ситуации то что там человек как говорится зажигал да то есть по сути дела он прав но он мысли сформировал очень коряво то есть их конечно вот этот ура патриотизм вот такой бьет конечно по нормальным патриотам потому что это все работает в единые связки поэтому здесь необходимо конечно комплексная регистрация этого движения накачивание этого движения новыми медийными ведущими экспертами и реформирование какого-нибудь государственного кустяка желательно бы люди от президента например вошли в учредительство данной организации тогда поверьте мы тогда вообще сами же первых редакт запишемся и будем может быть какое-то реально практическое сотрудничество там мероприятие делать не устав учредительные документы а сейчас получается дооборот клинический идиотизм значит от реального сотрудничества верхушка бегает вот дай-то бог что они придут на наш медиа совет это вообще это будет огромная победа если они придут я просто вот за это откроем бутылку шампанского выпьем на самом деле потому что у меня к ним огромный разговор и я хочу задать что это было вообще такой на форме брикс какого хрена от меня депутат госдумы бежал и обиделся из-за того что общаюсь с русланом михайловым я вот я вот извините татьяне кадры с торгуют это в лицо скажу прямо скажу представляете горю какая была дичь творилась вообще на самом деле вот в этом отношении у меня очень немного вопросов но мы пока видим только на улице вот эту вот ура патриотическую тусовку в том числе вот ваш тезка руслан путин который каждый день каждый день штурмует мид штуркует медьюст штурмует госдуму там всякими рода лозунгами потом эти потом то потом они перекрыли движение ко всем телеканалам там сейчас уже на машине не проедешь а пройдешь пешком единственное счет до телеканала ран того не добрались то что если бы добрались до телеканала ран того я бы надо до кукина бы не знаю как проходил бы там как кпп 1 и везде забор если вы перекроешь вообще придется тогда через забор не лезть вот или под забор то есть тоже очень такая сложная ситуация и все главное знают но при этом часть извините экспертов вот огнайте втихаря говорят они сумасшедшие а часть некоторые просто говорит ну да это явление зачем регистрировать давайте будут такими вот уличными то есть и умение людей знаете разделилась никто не может открыто публично называть вещь своими именами я конечно очень сильно удивлять вот при этом уже сами некоторые активисты но до новенькие они ведут себя крайне адекватно они понимают критику они готовы меняться а есть вот это вот заскорелая часть людей ура патриоты которые грубо говоря мне открыто говорят давай скоро все под федорова ляжете потому что он как они его назвали но не царем по моему император канцлер будущий президент движение победит вы все ляжете по движению возвести будут везде флаги и вы короче все будете вот работать неком таком едином медиа ключе то есть россию будущего мы сформируем и ударим ядерными ракетами сразу по всем врагам я говорю а ничего если у нас президент уже внес вопросы с ядерной доктрины ну чего мы начинали нашу беседу в принципе вызов очень серьезно самом деле даже можно не нацеливать один пункт нет надо ядерные ракеты все равно навести чтобы сша грубо говоря ну уничтожить ягра но вы понимаете соединенные штаты в америке они возникли вследствие гражданских войн и противостояния тоже бывшие колонии англии и франции от была семилетняя война французы проиграли англичане долго удерживали власть отсюда народ собственно восстал под ликой вашингтона но он же не думал что сша произойдет какая-то империя то есть он рассчитывал создать республиканское государство где будут соблюдены права всех в том числе чернокожих а вот это вот дальнейшая гражданская война севера против юга она еще больше расколола американское общество про индейцев я вообще молчу они не имеют политических прав я говорю понимаете что главный зачинщик всех войн а в том числе против российской империи не не османы не американцы говорю не уж тем более европейцы с французами я говорю всегда была британская корона говорю англо-саксонский мир он же так сформировался как продукт католической вот это вот западно римской модели вот они на меня так смотрят и говорят ты чё говорит с ума сошел говорит у нас пятая колонна говорит сидит у нас пятая колонна поставил у нас пятая колонна сидит в казани вот возле руслана сидят спецтрайтеры из пятой колонны и взяли короче в заложники все типа его семью про собаку я вообще молчу она у тебя супергерой она вышла из госдумы потом значит свое время она работала на органы госбезопасности ловила особо опасных преступников казани и сейчас она находится на почетной пенсии в общем вот так вот короче говоря и они мне на улицах это все рассказывают тут реально если мы подойдем к московскому это же русин руслан тоже они все по моему там поголовно все поголовно с ума сходит вот если мы допустим пройдемся и застанем этих пикетчиков и позадаем вопросы я честно говоря обязательно и да уважаемые москва ждите меня я буду в москве у нас зарвется можно столько документальных проектов прям целый стрим сделать я вот серьезно говорю я до сих пор шоке как такие фейки изобретаются как вот такая вот логика имеет право быть то есть это очень странные люди которые просто в стиле ура патриотизма работают вот к сожалению не все так думают как мы потому что обычно публично это нигде не выносится вот и админка да я покритикую админку потому что она с ними либеральничает она вот говорит давайте мы дождемся давайте мы посмотрим как они созреют а в итоге в октябре месяц это по факту вот но я сейчас в принципе занимаюсь другими делами но я могу конечно им тоже очень много претензий сказать почему такая у вас мягко либеральная политика когда вы обозначили четкой план госрегистрации очень жестко сейчас вы получается просто сидите и наблюдаете шосс там под окнами кто-то что-то пикетирует интересная политика да просто во власти пока не хочет да не просто пока выгоден власти вот и все а вот он вас арман сказал что я же недавно задавал вопрос будет еще нарезка на эту тему мою цель на интервью можете на моих каналах посмотреть анатолий александрович вас арман сказал что ему стал ну конечно да может быть чем путин к ним не приходит туда-сюда он четко сказал что может быть такой что федор путин может контролировать ноты и почему бы нет я с чем не согласен а вы как считаете ну я понимаю если 2011 году вот у нас была проблематика болотной площади и все координировали с друг с другом тогда мы с нодом выходили на манежку и было движение суть времени кстати стариков тогда еще в ноде состоял и вот вот этот вот общее такое движение она как раз и разрослось по причине того что это было противодействие болотной площади а сейчас получается у нас действительно либерали либералы все выбиты из-за соответствующей повестке улицу как раз вот заняли грубо говоря ура патриотизма я считал что коммунисты так только грешат проводит огромное количество мероприятий даже сейчас коммунисты они наверное раз квартал что-то проводит это только по этим по торжественным каким-то праздником большим советским и все поэтому ситуация на 2011 год конечно но вот эта ситуация очень достаточно интересно да очень много сочувствующих они присутствуют и на федеральном уровне в центральном банке тоже вот общаться которые соответственно поддерживают эту всю ситуацию но они как говорится считают что мы должны быть в этом отношении нейтральными пацифистами игру конечно сложно быть нейтральными пацифистами когда у нас федеральные телеканалы и заканчивая госучреждения штурмуют тысячи вот таких вот ярых соответствующих пикетчиков ладно хорошо уличная политика уличная политика ладно ответственность там сбор подписи там из которой отклонил до недавно верховный суд это их не дело но ребята если вы говорите о формуле взаимодействия со второго мая тоже вы должны уже были сто раз трубить в колокола если вы говорите что берете черные списки если вы говорите что позвоните в казань решить этот вопрос организуйте встречу депутатом госдумы то какого извините банана он от меня убегает на деловых мероприятиях вот этот вопрос я им публично в лоб стою они говорят но это вам показалось может быть человек приспичил он убежал в туалет в другую сторону улица нет он просто вас обиделся я говорю депутат госдумы не имеет права обижаться на спирате потому что вы общаетесь с русланом михайлов руслан михайлов был справедливой россии потом он ушел к навальному и 9 лет потому что я говорю 9 лет внедрился говорю конечно вот я у навального никогда не был я взаимодействовал противодействовал навальнистом вот я выполнял определенное поручение а еще можете позвать габу она тоже со мной вместе ходила татьяна была она журналист а журналистка национального курса вот такой абсурд привет просто ноду федору надо было меня выкинуть из нот и как некоторых людей затыкали арты потому что я и критиковал были касать ссора шла в ноде большая ссора шла против ромж потому что ромж в основном свои мероприятия проводили с нарушением закона российской федерации расторгуева этим этим кличку него пугачёв был час нет ну фамилия у него другая они спорили с полиции москвы то есть они нарушали закон они занимались провокационными действиями об этом многие жаловались феодорову он говорил а я тут ни при чем и тут слева с краю от разбирать так грубо говоря выходил а потом ему это надоело нас как-то пытался примирить а потом мне это тоже надоело я заступился за определенных людей я вам уже это рассказывал имена че начали из пула федоровского он журналистики меня выкидывать я человек гордый я сказал а почему мне выкидывать и мне говорят начали мне вот и типа много говоришь ой а мы тут обратили внимание ты симпатизируешь николаевич старику и началось поехала ты иногда там языка там тоже давайте языку позовем мы с ним говорили доходит на нас информация что-то там я набор тогда михалкова повод защитил там на него артистом этот сс на него наехал его реже сделал ролик защиту никита сергеевича михалкова ну и что что там на его есть я же должен делать определенные ролики я же не защищал этих лиц а то что я взаимодном общается с николайом викторович стариком что я но симпатизирую вам материал может запретные вещи наша страна говорит он историк мне нравится как его исторические книжки не на книги мне нравится мне нравится как он ведет свои каналы ну типа для ногу злой он плохой потому что федор сказал вот и пошло поехало меня очки начали выключили меня из смеют этих каналов мел по убирали мне в черный список у федора закинули и конечно сказал пошли вы я начал же компромат по по ноду поднимать а я не виноват что у федора помощники корявые вот и все бьют себе патриоты какой хороший у нас патриот денис гани сейчас он хорошие вещи говорит а почему когда молодым был пошел я бить ничьи в црушное радио вот и все извините вы меня задели я вас задевать буду вновь обидел старикова на многих людей клеймо повесил на михеева начал а сам федор почему я их шанс с обамы мы все 90-е годы многие люди проходили обучение в америке потому что посты задеть и не говорит о том что михеев и на агент сказать суд докажет что он и на агент и никого не хочу клеймо и вешать михеев учат ведет политику в интересах нашей родины симонян тоже стариков тоже просто федоров на какой николай викторович стариков сталкивают лубами патриотов вот и все конфликт на ровном месте нельзя этого делать вот но то есть они посмотрите все эти люди туда входили стариков ноги бог сотрудничал вместе с федором помогали незаконно потом он же рассказывал делал в госдуме вместе взаимодействовали они киселев то что он был свое время посрались вот понимаете а потом они начали штырлык по мне упаду же партию ушел все я агент сру как узнали и потом ролик выкинул федоров это постеснялся мою фамилию назвать не понимать речь обо мне идет наш уже был справедливой россии а почему федоров не полезно он сидит вместе в госдуме с мироновым а почему он голову миронова не подойдет не скажет от и вражина путину бред несет лучше миронов тогда бегал белой лентой они я вот и все тогда была борьба за власть потому что было претензии к владимиру путину это же политические разборки о чем путина их не начала репрессировать вообще воду знаете федоров он показывает что он такой у нас герой и но я их полностью поддерживаю что они говорят я веду сайма из института что над ней конституцию все остальное но я не поддерживаю провокационные вещи я считаю что этого не должно быть это должны делать государственные органы у нас так власть решила если им разрешает а еще неизвестно какая власть 5 может федорова поддерживает 5 колонна или не поддерживает поэтому так нельзя делать поэтому я еще удивляюсь почему админка них и не зарегистрируют либо не закроет я уж не говорю их закрывать но причемить надо вот вы как или скажите почему все-таки у нода почему это организация надо иметь регистрацию она же вот у вас даже институт он же зарегистрирован и у вас есть обязательства вы же не будете бегать просто так по улицам кричать вас могут штрафа но если вы там влево-вправо отойдете правильно же ну да уличные акции по-любому согласовывается мвд даже за исключением одиночные пикеты все равно к тебе подойдет человек и запишет твои персональные данные спросит времени стояния потому что сейчас местах федерального значения то же самое очень достаточно строго бывают разные неприятные к сожалению провокации инциденты здесь конечно это все надо согласовывать то же самое но имеет регистрацию то значит пользоваться всеми благами города на самом деле в приятном смысле слова это можно получить любое помещение это можно бесплатно воспользоваться типографии вот ну там единственно надо будет потом нам конечно макеты листовок и прочих там буклетов это подготовить на будущее а бесплатно все распечатать и это вот создание какой-то единой информационной организационной картины потому что помещение который город представляет они действительно очень хорошие надо платить аренду и вообще можно жить формате аутсорсера например и проводить какие-то мероприятия по соответствующим звонку то есть организации некоммерческие они сейчас этим пользуются в то же время как и поддержка со стороны средств массовой информации а выход с лицензированием именно то есть тяну плат там какие-то разные эфиры какие-то аналитические статьи до мероприятия уже стащены и мы вот прекрасно помню что если ты даже имеешь гослицензию аккредитацию не факт что росконгресс тебя оставит покой те могут нервы просто помотать по полной программе и в итоге заставить сдавать тест на антиковид к сожалению такой у нас присутствует поэтому я не представляю как нодовцы будут в тематике брикс и медиа саммите они не участвовали мы об этом говорили скорее всего просто они зашились по полной программе то есть либо грубо говоря не прошли этот барьер поэтому без аккредитации организации сейчас сложно выживать сложно заниматься какой-то политической деятельностью до человек может жить без создания юридического лица как физически независимый эксперт а вот с организации с речами листовками реформами невозможно существовать поэтому это данная проблема но как мне объяснили эту проблему очень достаточно сложная по той причине что мы находимся под воздействием внешних сил если он будет зарегистрирована американцы ну подполят москву как восемьсот двенадцатом году наполеон бонапарт тут примерно такая логика короче говоря и нет они не подождите и леонидска они как-то вот так намекнули плюс я задал вопрос говорю а not это а да юра лицо но имеется ввиду бренд кто его создал так кто вдохновил какой-то день дата нет это говорит у нас нету четко выраженного лидера у нас есть владимир путин президент у нас есть координатор депутат государственной думы которая работает на президенты президент ему дает команды и в том числе по уличным пикетом и вот это не движение то весь народ то есть вот вот вы с русланом отступники вы еретики вы это значит как как этот есть чистый ислам прошу прощения переду на религию а есть неверные язычники еретики и вот пример так они говорят в ноде стоит весь многонациональный народ россии порядка 153 миллиона юрий сергеевич вам предлагаю вам как директор президента института напишите официально письмо в администрацию путина пускай вам будут четкий ответ я могу это сделать и мы получим ответ хорошо ради хочется узнать все-таки правду потому что если чисто юридически рассуждать я все-таки юрист я хочу верить документам потому что если выяснится что действительно путин дает команда делать федору да ну тогда вопросы будут путина почему черные списки туда-сюда это раз а давайте вспомним даже художественные фильмы про разведчиков никто в прямую таро от него депутаты действуют в интересы своей родины или на противоположную сторону это понятно федор просто пользуется спросом ему надо поднимать нот а через нота ему надо избираться в госдуму вот и все это моя теория а вы все-таки юрий сергеевич извините что я вам даю совет пожалуйста напишите письмо в администрацию путина пускай нам вам дадут ответ как и юридическому лицу с регистрированного института хочется знать все таки какой будет ответ вы верите сами в эту хохму ну вот эту легенду но буск нет я в эту легенду не верю я во-первых считаю что депутаты имеют право создавать свои организации свои проекты быть амбассадорами своих проектов даже патриотические конкурсы и депутаты они работают с электоратом то есть они имеют определенное количество сторонников которые за них голосуют и идет какой-то симбиоз это постоянно соответственно сталкиваюсь я ничего против этого не имею но извините меня когда мы пили чай с депутатами от лдпр и когда грубо говоря находились неформальные обстановки я задавал самые неудобные вопросы и они от меня не убегали вот они наоборот посмеялись говорят что ну депутаты вообще не имеют право они даже по закону ими должны рассматривать даже самые абсурдные заявления которые когда-либо существует допустим обратился какой-то сумасшедший человек вместо того чтобы вызвать джек он грубо говоря посчитал что это американские допустим диверсанты даже были такие обращения помню в единой россии еще мне давали читать в году 2011 до 60 регистрировали принимали люди писали отписки этим людям короче но это федеральная практика государственной ничего с этим не поделаешь а тут то же самое тут целая конспирологическая теория значит связана с тем что мы находимся на грани исчезновения как вида цивилизации и что есть но спасительная сила который поможет нам президенту очиститься и спасти все человечество весь мир короче от ядерной от ядерного апокалипсиса вот как-то они себя даже пропагандируют нет мы в свое время тоже делали великие дела когда формировали евразийскую экономическую интеграцию она дала глобальности да в масштабах переустройства но мы эти заслуги перед собой не вешаем потому что это заслуга огромного количества людей экспертов всего союза то есть это над разными концепциями над разными течениями трудами трудилась целая команда людей даже вот если мы начнем допустим критиковать дугина или других идеологов за излишне вот этот вот тематику радикализма то они тоже корону ногу никогда не одевают они как-то знаете вот сборском клубе у нас как-то высказываются но при этом там кому интересно кому не интересно тут примут это тут ура патриотизма с элементами вот этого некого такого исключительного мессианство что весь мир нот а мне но да это грубо говоря темные силы зла вот какая такой знаете даже религиозные от текста и нет никакого вот это вот действительно от практической адекватные мысли поэтому черные списки присутствуют присутствуют вот эти вот воздействия а конструктива в данной ситуации мы видим все меньше и меньше и мы видим что даже средства массовой информации они исключительно все работают только под федоров в интересах федоров возникает вопрос если вы действительно являетесь основным офицером действительно вы имеете звание полковника у нас есть военно учетная специальность у вас есть военный потенциал он имеет военное название на государственном уровне а почему в данной ситуации вы не курируете не работаете в рамках с в о это же самое перспективное направлении деятельности в я задавал я сделал такой ролик да 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 агенты ру это канал ну вот собственно да и получается что вот если ты становишься национальным героем если ты принимаешь активное участие в данной работе то к тебе избиратели и люди начинают по-другому относиться то же самое например жога да является уполномоченным президента по уральскому федеральному округу сейчас активно работает в екатеринбурге президент его знает еще по как раз по работе тогдашнего с ополчением то есть многие ополчен сейчас попадают под программу во время героев он гений алексеевич этой темой не занимается я конечно сейчас могу сказать бред на самом деле но эту информацию но я вот сама периодически регулярно иногда вижу репортажи гоши с его замечательными походами до за москарский салон типа там в одном видео сказал что федоров даже на фронте и в крыму не был мир вот тут я хочу все у руководителя серба поправить в крыму он был дуэс своего сердцу гоши не прав в крыму он был он приезжал сколько раз не знаю но есть даже видеоролик в ю тубе тут на насчет крыма он не прав а вот насчет с вон задал такой же вопрос какие то продолжать почему он не был кстати вот этот инцидент я видел ролик да где гоша действительно жестко наехал на федора на нот покритиковал и хотя до этого на их редко задевал и какой там крапивина его тоже знаю вот понимаете вот таких и поддержит федоров причем по идее посмотрите если я вот представьте я в партии в россии ну представьте еще ну как будто я не вышел это был мой руководство знал что я занимаюсь такими провокационными вещами небо вызвали штрафа 0 или предупредили а потом мы могли пинку мы из партии выгнать а федоров извините репутацию нужно то роняет но если он не под расскажите ваше мнение вот с инцидентом связано с сербом серб они сейчас активно занимаются вот этим одни тоже они очень сильно занимаются уличной политикой они сейчас вот формируются вокруг этого за москварецкого моста то есть там убирает мусор и так далее то есть или бывает как грится воюет с либеральными либеральными радикально но это не нот это отдельное структурное подразделение которое вышло из бывших представителей антимайдана днепропетровска харьковская область и вот они переехали в россию из четырнадцатого года занимаются вот это вот профилактическая сфера деятельности соответственно на улицах и они пытались работать связки с нодом но у них как бы нету такого общего единого знаменателя получается вот этот вот соответственно крапивин который в свое время терроризировал меня там терроризировал других коллег потом переключился на серб потом на третьих на четвертых он полусумасшедший полу какой-то фрит потому что человек ну явно с головой соответственно не дружит грубо говоря и вот из-за этого вот произошло вот это вот такая конфузное конфликтное состояние вот а сейчас мы видим смену коллектива старенькие остались осталось единицы руководители а есть вот эти вот новенькие плюс вот эти вот медийные женщины о которых мы говорили в программах которые чисто рвутся власть для своих каких-то карьерных личных амбиций все то есть ура патриоты до которые предпочитают европейскую кухню это все так вот это в рамках одного незарегистрированного движения выглядит такое на самом деле абсурд что-то я когда пришел как бриться на телевидение помню на первый канал тамошел к экспертом там сидят а ведущий эксперт и я вот говорю о горы смотрите нодовцы находится сейчас возле останки на они все как ахахаха сектанты сумасшедшие я такой сижу и думаю и хрена себе думаю уровень первого канала вот и вот они как-то кулуарно об этом собственно говорят поэтому я даже об этом писал вот поэтому отношение к ним двойственное вот я просто не понимаю тех экспертов и коллег которые общаясь на этом канале немножко поддерживают эту позицию я бы такой бы не поддерживал если бы руководил администрации президента например там или отвечал за министерство юстиции конечно же я бы уже давно под ситуацию бы разрулил но вы имеете ввиду вас армана вас арман сотрудничать с нодом как сейчас не знаю но он раньше сотрудничал и кстати он приезжал в казаи когда мне был была скрытая встреча с руководителями но он взаимодействует снова ну принципе вас арман поддерживать надо изменение конституции в этом плане отец вас арман но он взаимодействует поэтому можете из-за этого он так и им подыгрывает ну и то и бывает смотрите он же мне дает интервью со мной общается с ним можно действительно что мне нравится вас армане все можно поспорить с ним можно пообщаться он есть такие и засранить вот федоров на мне уже повесил ярлыки с руководством да хотя гонич со мной общался просторгу общались со мной и все равно ярлыки остались висеть это очень плохо это очень плохо поэтому нельзя этого этого делать еще даже патриотическое движение которое не бьют в обрусе в грудь и патриоты они должны оставаться патриотами и действительно даже ты с человеком поругался по каким причинам но я считаю не надо вешать ярлыки если он этого не совершал вот и все вот уже на вас уже вешать что вы тоже да и мы с вами эритики вот эти не в том направлении идем ну да 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 вот насчет но да нельзя смеяться знаете насчет чего потому что движение то она сейчас пока вы такое а если она за тобой другим давайте вспомним исторические параллели тоже сменялись над движением гитлера знаю чем это провело извините были же у нашей стране тоже история вспомните уже историка когда из патриотов вырастали опасные до террориста народовольца это бакунинский идея молодежи массы они стали взрывать государственных чиновников и даже петра аркадьевич столыпина убили когда он просто пришел в театр это радикально это даже это по моему хлеще чем большевики вот это вся черная сотня тоже да знаете что мне в нодовцев опасно я считаю что улицу мы должны регистрировать если человек в организации уже 100 человек их надо регистрировать потому что они стоят в пикетах человек может пройти может поспорить с ними они могут мало ли сейчас они пока ругается и языком а могут потом и кулачный бой перейти и вот касаемо крапивина а он-то пост держит содержит многие зайдите на официальный сайт нода и посмотрите он в ноде имеет свой пост она там кто написано какие посты занимает в ноде там есть постановление что федоров ну подтвердил то есть федоров одобряет а крапивин извините пожалуйста когда вот этот ролик посмотрел ему надо мыло языком помыть извините с таким такие нам такие нам как сказать такие люди будут управлять нашей страной что ли как нам обещает вот они опять посмотрите вот вы говорите и я это слышал но придет к власти это как так понимать что not делать революцию в россии это что под лозунгами я ура патриотизма у нас придут к власти они я против и считаю что если какие-то будут двигать и это должны идти от народа конечно конечно победимым холодную войну там что такое мы заслуги будем иметь от народа и от нашу действующего президента и от нашей красной армии все нельзя одно какое-то движение даже партии такого си не позволяют вот все-таки это можно остерегаться в исторической параллели не только нашей стране это было и в зарубежных странах я думаю я думаю что да действительно такой элемент присутствовал с одной стороны который приводил таким жестким радикальным реформу здесь даже иногда бывало ну внешний след и мал какой-то минимальную долю финансирования но так или иначе да по сути дела фанатики когда приходили к власти там они ничего хорошего как говорится для уровня страны не приносили поэтому здесь вот этот опасный элемент но в свое время да тоже вот предыдущая власть украина заигрывала супер правами все смеялись говорили да что это там за ангиды бандеровцы какие-то фрики бегают со своими этими черно-красными повязочками дурачки а участвуйте дурачки являются официальной властью то есть они эту мясорубку и устроили поэтому здесь конечно у каждого государства должно срабатывать инстинкт самосохранения кроме того существует различного рода ведомства и спецслужбы которые так или иначе мониторит наше общественно-политическое пространство вот поэтому в плане государственности опять же я еще раз хочу сегодня покритиковать но но ты не критикую я критикую больше админку президента потому что они сидят на месте извините в теплых кабинетах и собственно в разных этих как называется на положениях и не видят очень серьезности то есть они считают что это просто все такая нелепость детский сад давайте мы киньте еще там выделим средства на какие-то новые очередные проекты так далее но нет вот это вот комплексного подхода поэтому я очень крайне сейчас немножко с них разочарован потому что я считаю что работу они вообще ведут неэффективную если вот мне предоставят допустим какую-нибудь жесткую аналитику сказать там на медиасовете я конечно же ситуацию обрисую скажу что у нас абсолютно полный в этом отношении хаос не только нет подготовки патриотических журналистов и медийщиков но и какие-то вот эти вот уличные приколы происходит то есть вот у меня позиция жесткая об этом позиции уже раз сто говорил но видите там молодняк молодые специалисты они как-то думают иначе ними задают даже сумма вопрос это как вот есть значит пресс-служба цб общался я говорю что у нас есть проблемы суверенности мы же мы сомневаемся что центральный банк вообще суверенен в целом и мы занимаемся вообще правильности нашей экономической модели он как я и сказал как она меня меня зарает на кто вот такие мы абсолютно независимые я говорю так вам президент даже приехать не может горит в гости войти к расскажите катастрофе как завопит на это все говорит нет 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 короче но их не представители в общем я боятся сказать я говорю ну давайте выйдите на дебаты и если вы мне не верите пообщайтесь с умными людьми с коллегами которые обладают больше познанием в проблематике cb чем я и все и она вроде бы замолчал сказал хорошо я подумаю сразу скажу техат асунов доктор экономических наук профессор бывший работник cb вот он там был даже даже я не профессор почитайте конституцию 75 пункт 2 cb у нас не под контролем государству российской федерации это филиал это вообще вот я же брал интервью катастрофе но я сейчас еще буду брать вот тема фрс посмотрите цельный ролик феори катастрофе четко сказал то что как вам объяснить так кратко еще даже фрс частная структура управляет глубинное государство влиятельные люди а мы легли под фрс свое время вот и все это вам коротко сказать и когда ссср проиграл холодную войну еще да вот немножко понимать не получили мы все суверенитет мы все легли под американцев и под британцы олигархи назначается в лондоне власть путин даже когда сказал посмотрите ролик год-два назад новостях федеральных показывать путин когда я пришел к новым стал президентом напрямую сидели царушники а я их отодвинул немножко а сейчас у нас осталось еще олигархизм и много чего еще и на агентов есть еще кого выявили кого не вывели это уже другой вопрос это у нас спецслужбы чем заниматься а экономическим вопросом мы сейчас имеем полу суверенную страну пусть ручном варианте управлять экономически мы нет об этом и пякин говорит катасонов говорит федоров даже говорит я согласен с федоровом я с чем не согласен с федоров что федоров начал войну против своих патриотов что движение из движения убежали умные люди вот и все и то что он иногда делать провокационные вещи я хочу чтобы было нас движение что я знал что ты реально там путин понимаете что я должна верить федорову я тоже могу учаться взять создать движение какое-то и сказать я от путина нет доказательна база нужно нас уже обманули свое время правильно же сергей вы же не от путина ваш институт вы это не говори нет 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 у нас есть письма поддержки от разных ведомств в том числе от мида но мы же не орем во все щели что вот смотрите мы какие офигенно у нас есть письма поддержки от мида наоборот их они прилагаются если речь идет о каких-то серьезных взаимодействиях участие в серьезных мероприятиях или создание портфолио то есть вот в этом отношении применяется такие репутационные плюсы на самом деле вот короче говоря недавно наш медиа совет наградили медалью за вклад в участие в свого приезжал с луганска человек журналист там от ребят но вели нашу награду за активную информацию но мы же не орем сейчас на каждом углу извините на красной площади что мы такие офигенные бойги которые имеем огромное количество наград сертификатов вот у меня там на тумбочке в папке очень много благодарственных письм кстати недавно с архангельска приехал архангельской значит этот занаторий для военных раненых там мы давали концерт посвященные тематике мелодичный донбасс а в городе красногорске тоже выдали мне письмо но я же не выставляю их сейчас вот везде на камеру в пикетах не ору какой и офигенные вот понять кому надо они заинтересуются кому не надо ну как говорится насильно мы не заставляем вот в этом отношении то же самое но это нормальная черта человеческого поведения характера вот а говорить что извините я вот секретный агент президента я человек от президента и президент не дает майка мне команда но это абсолютно смешно и крайне припадать дмитрий таран и сказал я не верю докажите ну вот он правильно сказал а его сразу винили вторую но это уже смех и грех как говорится вот юрий сергеевич отойдем немножко от ног расскажите о будущем медиасовете и будете ли вы туда приглашать из движения ну ну у нас повестка действительно сейчас будет 19 октября значит сегодня у нас уже 9 через 10 дней получается что значит 16 октября я буду на медиа ой не на медиа на форуме промышленника кругов по импортозамещению кстати здание нбк тоже будет интересное мероприятие а 19 мы как раз будем проводить этот медиа совет в субботу где будем как раз обозначать проблематику отрасли сме приглашать людей для нетворкинга и собирать такое достаточно интересное средство повестка будет достаточно интересная все кто присутствовал у нас 2 мая все будут все будут заявлены участников то сейчас уже мы рассылаем ссылку на регистрацию вот и соответственно движение нот ну конечно мы их оповестим потому что они у нас присутствовали 2 мая если они действительно придут это будет большой праздник потому что у меня огромное количество вопросов я действительно задать на что это было на бриксе вот что это было на бриксе объяснить может вы поймете что это было может я не так понял на что обижаться вот короче говоря будет очень достаточно интересная такая яркая насыщенная повестка в принципе да самое интересное я там буду вот это да и действительно будет интересно да но там еще в этом медисовете я буду журналистские сми блогерские вопросы даже рассматриваются да какие-то вопросы будут ну то есть а сотрудничестве тоже там будет идти речь да он надеюсь что нотовцы придут и вообще я считаю что движение но должны хорошо раскрываться давайте перейдем к следующим вопросам посла в сша он недавно объявил что ему там угрожает и наш посол приехал вернуться в россию будут назначать новое или нет пока нет информации потом через какое-то время уже мария захарова прокомментировал про ситуацию финляндия что повторять но история когда перед войной было то есть тоже провокационные вещи наезд а на наших дипломатов идет это что западного перешага перешли но перешагивает вот эту опасную черту они уже от элементов какой-то русофобии информационного воздействия санкционно-экономического перешли в формат террористического вот это вот воздействие на личности то есть и послы и журналисты сейчас все находятся в таких вот списках неплагонадежных и под целями грубо говоря такой мягко вежливой зачистки вот грубо говоря действительно вот у нас сейчас смотрю статистику с феномен вида приходит не очень хорошие новости то там какой-то тот скандал то вроде пытаются что-то тоже вести языковые какие-то патрули по примеру украины что тут дискредитация русского языка в школах происходит что нарушаются совместные кооперации и совместные даже семейные некоторые поездки у нас извините у нас финнами очень хорошие границы у нас очень достаточно такие длительные культурные связи несмотря на противоречивую историю да еще сам собственно ленин в свое время дал независимость финляндии под грифом того что они никогда не будут использовать себя как анти россии но они жили хорошо независимо я не знаю почему у них так недавно незавна политика переключилась на нацистскую германию когда они стали по сути дела инициаторами до подготовки второй мировой войны когда впоследствии сейчас вот они резко вступили в нато без каких-либо санкций у нас есть финляндии очень такой хороший эксперт аналитик кости я обязательно как-нибудь на наш эфир вытащу ой вытащите вытащите если человек который находится во всех санкционных списках запада и в том числе по финляндии но он рубит правду матку в отношении финляндии что все горит финны просто перегрелись это исключительно русофобия поэтому здесь пикачу тебя но армана мне сказал в интервью задал вопрос а он сказал что финна всегда нас не не любили даже когда они были в царской империи но есть такой как и извините скажу и евреи и проблемы даже были с постоянные стычки с крымскими татарами по причине исторически что крым он даже имел такую знаете враждебную политику в отношении россии когда там было крымское ханство еще при его не грозным и я в крыму жил часа вам это был конфликт искусственно я сам жил свое время в крыму знаю вот эту историю с крымскими татарами ввиду когда я свою часть проживаю связано тогда еще с крым был составе украины и когда вот это было про украинская власть до януковича они разыгрывали карту подогревали крым я тогда партии регионов тогда я далека вот и видео вот это точно в россии проживает депутатом был и он был один из помощников януковича как у фамилии забыл в крыму по-моему проживает с которым федоров общаться недавно а алексарев да да вот царев тогда очень положительную роль создал в крыму он приезжал он поддержит собирала русскоязычных людей вот и я кстати тогда участвовал в одном из маршев поддержку поддержку партии регионов видите как уже тогда было до нода вода вилла царева где-то за 10 метров что это очень живо он разговаривал я тогда выходил действительно со многими людьми и мы в маршем по симферополь по столице крыма вот так проходили дали сигнал вот этим украинской власти той тогда был этот ющенко не трогайте крыму все туда нас из россии люди приезжали вышестоящих органов власти поддерживали крым потому что когда хотели украинская власть и хотела взорвать крым чем можно было взорвать крым объясню был завоз с когда война закончилась гитлером потепление произошло сталинские репрессии упали да как нам говорили возвращаться стали крымские татары вы знаете историю вы можете кратко тоже рассказать вернули и крымских татар на нашу ну потому что всей вот этой информации не за то что было народу известно их сталин выселил за то что не показали дорогу фашистам такая у нас шла такая информация они вернулись их начали подкачивать я со многими крымскими татарами общаться естественно мы даже были в друзьях они и так как я одни имею татарские корни я же не хорошо воспринимали но вот если еще быть кратче вам скажу то есть их подначивали давали землю и все странно когда они дружно ходили со всеми общались а когда вот эта власть начал приходить вот этого развала ссср произошел и начали их поднимать крымских татар работали с теми людьми которые имеют давление на крымский народ на крымских татар и даже у нас когда приехал царев у нас дошло представьте крыле рестораны кафе были крупные до симферополе и отлично свидетель туда пускали только ты крымских татар русского туда и были скандалы и драки даже полицию трясающе у нас это было разыгрывать и вот туда царев приехал приехали еще другие люди из пророссийских из украинских кто хотели крым поддержать а кто-то хотел взорвать не получилось вот это был момент насчет крымских татар вот я лично как житель симферополя и тогда жил там я мешал этому выходил и многие люди а кто-то наоборот говорил это вот русские такие плохие туда-сюда хотели взорвать не получилось почему не получилось но что в крыму в основном проживает где-то 85 процентов русско русскоязычных людей есть русские украинцы которые когда хрущев отдал крым украине туда из-за украины переселяли особенно чернобыль и все остальное это украинские греки живут и крымские татары там их завезну вверх якобы навернувшись а родину и пытались это нас национально столкнуть не получилось очень много лет это подогревалась поэтому кто критикует царева я считаю неправильно он как человек который занимал высокий пост на украине он мешал это сделать один свидетель жителей симферополя и партия регионов мы тоже можем янукович испугался много чего не знаем но люди вот эта партия регионов то действительно боролась с ющенской партии и называли вот это который не через революцию пришли действительно не пытались выбить крым и тогда им не сами жители симферополя не позволили а еще помните газеты полистайте и стою в гугле забейте как ющина вернее тимошенко говорила что я утонет крым в море мы гоним не получилось поэтому уже тогда был поэтому за счет крымский татар там есть в любой нации есть хорошие плохие люди просто их подкачивали сейчас уже тоже появилась свежая информация что там участвовали турция был один из участников хочу сказать что турция всегда зубы точила на крым она хоть хочешь у крым вернулся но в это бывшая наш крым до екатерины второй им принадлежал это подходить крымскому ханству все это турция контролировал они хотят себе это забрать не получается понимаете поэтому пытались использовать крымских татар а когда мы крым вернули до путину он же с ними встречался кстати с этими определенными людьми посмотрите информацию видите как работает запад запад работа подключает определенных людей и начинает туда раскачку поэтому нам национальные вот эти да нельзя нам подогревать это что федоров пытается сделать вроде как бы под хорошее намерение может такой произойти поэтому не мнение я жил в крыму я знаю что такое нас пытались столкнуть лбами нужно там очень много национальностей проживает особенно крымские татары и русские там можно по-любому предысторию расскажите пожалуйста насчет крымских татар почему их у все-таки 1 реально на основе на документальной хроники почему их вы убрали и то их обрабатывал потом в очередь конечно же они попали под влияние вот это вот фашистской пропаганде и многие из них конечно вот занимаюсь грубо говоря откровенным коллаборационизма то есть это вот исторически было и здесь действительно были и аресты была и соответствующая депортация да депортация она касалась не только татары на касалась и жителей кавказа в том числе тоже и чечены под это кстати подпадали вот но учебниками детского об истории там все написано там есть графе великой отечественной войны все эти факты это не фейк и действительно при хрущеве началась такая определенного рода оттепель но оттепель она если и сыграла в принципе с крымскими татарами такой хороший перемену то в плане вот бандеровщина она сыграла негативно тоже все были реабилитированы отпущены и грубо говоря их окончательно не сдавили то что сейчас собственно получилось и да вот мы имеем с одной стороны попытку сейчас создание на крыму межнационального согласия но вот с точки зрения вот этих вот подрывных действий те же самые псевдо ислам и прочее радикальные организации не буду их называть чтобы нам не ставить маркировку эфира да они действительно по большому количеству имели след западного влияния вот так что короче говоря все это да все это негативно сказывался вот а получается сейчас в условиях такого гражданского согласия вот почему мы даже если мы сейчас будем вообще перестанем говорить про нот а возьмем какие-нибудь другие общественные организации у нас огромное количество тоже есть проектов которые не зарегистрированы надо всех подводить под единую государственную аккредитацию чтобы играли все в рамках правила именно исключительно по законодательной инициативе и вот про продавливали эти реформы о которых мы говорим с позиции вот именно такой-то мягкой юридической силы и все вот и свочников если вы хотите знать их подвели под минобороны сделали отдельный фонд и сейчас они работают решают все свои проблемы вопросы исключительно в рамках правого поля с государством вот такую же систему я предлагаю сделать с нодом с не с нодом там с другими подразделениями которые к сожалению еще с 2011 года вот так вот мягко плотненько отсели вот у нас еще есть проблемы националистов которые ушли под полю с ними тоже решать и вот сейчас какой-то появился современный фетиш у молодежи я правда не понимаю еще что это такое буду это изучать когда они по-моему что-то в животных надеваются начинают короче на улицах чудить а уже песков сказал это какая-то новая дичь получает уже сказали будем разбираться да 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 вот вот это тоже надо это тоже контролировать это тоже какой-то массовый психоз я даже не знаю что это как это называется в общем так что на самом деле проблем много но что-то я вообще хочу сказать в целом что русофобия как и дискрут деструктивный элемент они формируются не естественно все делается исключительно искусственным путем прибалтика финляндия украина попытки поджечь крым там сделать его безлюдным там и так далее это все исключительно искусственно вот эти вот политтехнологии которые отрабатывает запад последние соответственно 30 лет да нам нужно восстановление единого отечества не обязательно в границах 45 года может быть делаем исторические границы где и наши союзники по африке по странам большого юга тоже пригласят россию это огромный исторический пан славинский византийский процесс на самом деле но опять же в сотый раз я повторюсь и чтобы мне не писали в комментариях что вот такой то руслан михайлов плохой и я плохой суверенитет не беларусь не казахстан никто не отдаст ребята нужна другая формула другая формула поэтому я уже в третий раз в этом эфире вам повторяю чтобы вы мне эти комментарии больше глупые не писали и не писали фейки про собак про жену детей там про имущество а вот что так вам показалось что вы значит плавали по волге вдоль волгограда и увидели значит семью руслана михайловна огромной яхте а там был пиратский флаг я говорю ребята не пишите пожалуйста больше мне это вот я это призываю чтобы информацию как информационную гигиену фейки очень сильно сейчас контролировали отсеивали люди потому что мы живем в условиях огромного информационного бума сожалению естественно полностью с вами согласен мы с вами уже больше часа уже говорим обсуждаем и все-таки последние вопросы будем ладно но вот это понятно с ними надо разбираться и конечно эти ребята да там должны уже как-то выравнить свою позицию и все-таки здраво подходить все-таки на ваш взгляд вот это возвращаемся к ядерной доктрине если все-таки придется применить мы уже можем не сразу же применять ядерное оружие а все-таки нанести по военным объектам иностранных государствам это понадобится все-таки g запад должен уже понимать будет отходить потому что некоторые говорят а он не испугался если посмотреть на их реакцию не было такой жесткой но они просто почему них не было реакции такой жесткой потому что они приняли вот этот вот пакт во имя будущего и посчитали что если все страны проголосовали в одностороннем порядке за хорошие добрые вечные за мир без войны из-за благосостояние человечества это все это огромная победа коллективного запада на самом деле это не так теория эта теория но практика она может быть совершенно печально вот как же с юридической точки зрения до закона существуют законно хорошо написано закона должны работать но когда приходишь какое-нибудь подразделение практически ты сталкиваешься не с тем что написано в законах тебе придет приходится на практике заново этому ремеслу учиться поэтому здесь примерно то же самое с точки зрения международных отношений и самое главное то что конечно мы сказали где существует наши красные линии где соответственно сегмент здесь сдерживание поэтому здесь я хочу отметить что ядерное сдерживание это не обязательно применение ядерного оружия это а усиление собственной безопасности и не допущение поставок вооружения и смены парадигмы для того чтобы это вооружение била вглубь собственно россии некоторые поняли некоторые не поняли но мы понаблюдаем в октябре еще месяце какой-то сегмент будет а дальше 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 интереснее даже президентский выбор с сша дальше мы конечно же посмотрим какая там фракция окажется такая непредсказуемая по своим действиям поэтому но единственное я вот что хочу сказать напоследок я все-таки понимаю что политическое правовое просвещение она сейчас очень крайне важно это не только в рамках наших авторских встреч каналов видеороликов но и касательно телевидения ребята но давайте вы будете говорить я внутренних проблемах страны у нас огромные проблемы у нас есть мигранция у нас есть организованная преступность у нас есть огромное количество проблем которые государству нужно решать а у нас каждый день трамп пам пам трамп пам 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 как у там не салон маск я включаю 60 минут там такая это сводка идет сильно такие эти враждебные натовцы ходят такие разговаривают на языке короче говоря это все прикольно но это очень переизбытком то есть надо больше конечно же уделять и человеку труда и внутренним достижениям советском союзе информационная политическая пропаганда она была основана на позициях человека труда производств внутренности и конечно много но уделялся внимание внешне блоку но внутренний блок он присутствовал на сейчас сожалению в телеканалах внутреннего блока не особо много поэтому здесь это пожеланиях политических ток-шоу которые почему-то тогда меня игнорят говорят что вон типа вы должны говорить то что мы вам напечатаем я говорю идите в лес потому что у меня есть своя голова и свое мнение вот в целом но люди переключились эти ну документалистику поэтому здесь конечно вопрос информационной гигиены информационного вот этого тенденции конечно видеосовете мы будем тоже об этом говорить ну я думаю что все об этом соответственно знают вот в казани youtube почему сильный блокирует начать дискорд заблокировали грешу там татары взбесятся машину это я думаю нет а москвичи петербург вы дальше страдаете а вас арман другое мнение высказал по этому поводу что у нас сервера на чем держится и доступ быстрый по российской федерации что у нас в хорошем состоянии хорошего не надолго были виду в татарстане а там иссякла может политическая вас игра идет то есть в разных регионах по-разному но в любом случае youtube не надо выходить это первая площадка но я за то чтобы у нас свой youtube появился вот ну да я вот сейчас тестируюсь на на этом на платформе всем вам советую пока на на бета-тесте но там действительно ребята стараются каждую неделю обновляются скоро кстати выйдет мобильное приложение поэтому действительно платформа развивается дзен к сожалению падает и не понимаю что они там делать деградация находится в любом случае чтобы нам создать свои аналоги нам нужны специалисты и кучу денег государственной поддержки ничего это не получится и как мне сказал один из журналистов при маргарите симонян что тимоти кирби что наши сервисы смогут быть более хорошими популярными они будут интегрированы брик совершенно верно и тем более он предложил модель создания собственных социальных социальной сети то может быть даже до видео хостинг и дойдет потому что сейчас вот ну наверно его пригласить конечно обязательно обязательно тем более он работал с ведущими российскими телеканалами том числе с рт который сейчас является нонградом давно и западных странах тем более он американский он очень конечно больше еще больше тонко разбирать свою ситуацию которую мы можем судить только поверхностно он как выходить со соединенных штатов америки ему очень будет интересно тоже подавать вопросы потому что меня это много очень очень любит нашу страну полюбил я сейчас очень дружелюбный журналист мне очень нравится не могу поэтому его практика тенденция на не имеет право на жить но и самых московских метро по приезду можно будет увидеть баннеры сейчас у нас везде рекламирует новый обалденный тренд который скоро заменит youtube и скоро все туда перекинуться этого к видео лака видео теперь наше все но у меня знаете сомнения грядут загружать туда свой видос который в ютубе набирать 5000 просмотров до века видео 50 60 просмотров это разве мне даже ну простого гражданина да я же не такой раскрученная личность в ютубе мне как-то все хорошо идет но 2 к видео намного хуже но лучшее чем дзен а вот платформа даже больше дает опросмотров иногда дает рутуб кстати рутуб тоже немножко начинает до обороты дай бог но я не верю вот сами давайте еще замедлимся да вы к видео сейчас затронули а вы к видео же века создавался как мессенджер как фейсбук он же не как видео хостинг конечно как он может заменить youtube и тут что-то меня грядут сомнения большие сомнения ну может быть он может работать в качестве какого-то отдельного приложения от основного века типа что там будут и фильмы и сериалы спорт и музыкой наши эфиры там ночью будет блогера не пойдут потому что я слушаю вот этих всяких до различных кстати если различные блогеры однако на дэн слышали он говорит нет наши у нас у нас знаете какая беда в наших хостингах у которых есть видео пока нельзя на видео хостингом у нас нет органической вот это трафика как в ю тубе получается то из-за этого у нас нету больших мощностей поэтому крупные блогеры там не задерживаются их не будет не будет атмосферы если все люди в youtube идут как бы мы не старались поэтому тут надо все таки так что платформа вот этот платформу которую назвал видео хостинг аналог он под под сделан как youtube вы просто зайдите посмотрите и увидите поэтому мы будем надеяться что наши вот эти видео хостинге будут различные открываться и кстати еще самое интересное инстаграм нам говорили будет аналог нету и не будет его потому что вам пока идет и своего я думаю у нас не будет у таких мощных аналогов но хотелось бы во время этого все открывалось в любом случае нужна государственная воля то что поднимает в к видео я рад но он не будет аналогами туба нет нет это как фейсбук на мой взгляд но посмотрим нужно сестру туп нас и дзен если бета-тестируется платформу который летом горелкин депутат анонсировал и поговорит это от арте идет тоже вот большой вопрос поэтому будем наблюдать и смотреть как это все будет идти напоследок все таки что можете сказать нашим гражданам основываясь на последние информационную ленту нашу как нам дальше жить ну во первых сейчас меняться наверное будет еще и будет государстве будет еще интересно какие-то тенденции изменения значит да грядут возможно реформы но они будут не скоро но так или иначе почву под них значит сейчас секундочку сообщает значит да действительно грядут реформы но они будут идти постепенно поэтому сейчас мы живем условиях такого некого информационного шума бума и самое главное всех зрителей и читателей подписчиков ребята отличать пожалуйста адекватной новости неадекватных новостей слушайте всегда умных проверенных экспертов со званиями со статусами а те которые действительно имеют определенного рода заслуги то есть и авторские труды и книги и телевидение там и на конференциях на форумах и имеют фотографии не с обамой с официальными государственными лицами и не слушайте вы ура патриотов и всяких рода городских сумасшедших которые нам призывают к ядерным апокалипсисом ударить по ракетами так далее то есть правду от лжи всегда отличаете это самое главное потому что этот лозунг правдивая и честная журналистика инфосфера светлая инфосфера это как раз приоритет нашей работы медиасовета и мы об этом заявим как раз вот уже буквально 19 числа через 10 дней поэтому работа у нас информационная идет мы с вами не прощаемся просто следим дальше за событиями потихонечку плотненько переносимся в двадцать пятый год уже осталось каких-то два месяца спасибо юрий сергеевич в гостях был политолог российской федерации юрий сергеевич самонкин президента евразийского института молодежных инициатив на создания до свидания до свидания